Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Всем вам понравился, очень многим понравился джемпер от Red Valentino, пулловер джемпер, джемпер, скорее всего, в цветную клетку, очень он оригинален, девчонки, и я вам сегодня покажу узор, я думаю, что я попала в узор, вот, и расскажу, как детали кроя, как его связать. Ну, вкратце расскажу, подробно расскажу узор. К сожалению, я для проста взяла не очень контрастные нити, почему-то в последнее время у меня нет черного, потому что я черным, хотя я люблю безумно этот цвет, я им не вижу, потому что вам не видно, поэтому уже несколько лет, как я его, даже не покупаю, потому что вяжу в основном на камеру. Значит, рапорт у нас будет состоять вот 4 вот таких вот квадрата. Я буду рисовать немного, значит, ширину квадрата вы определяете сами. И варьировать вы тоже их можете сами. Вот единственное, что я сделала, я просто этот кусочек потом использую на декоративную подушку, я сделала протяжки на вот этой стороне. И вот мне кажется, что здесь вот этот цветной квадратик, он выглядит красивее. Вот посмотрите вы, или они одинаково выглядят. Как-то мне кажется, что здесь красивее и более похоже на оригинал. Ну, как убрать вот эти протяжки на вот эту вот сторону, я вам сейчас расскажу, хотя я этого делать не буду. Вы уж сами решите, свяжите обязательно образец, что касается... Значит, давайте я начну везу и буду рассказывать. Значит, нам нужно два цвета, всего лишь более контрастные. Вот как в оригинале, там у нас бежевый. Давайте первый цвет темно-серый и второй цвет светло-серый. И узор. Значит, первые два ряда. Вы меряете ширину квадрата, длину по плотности вязания. Как делала я? Вот чтобы я определила свой квадрат на 15 петель. Вот они у меня 15 петель, квадраты. И начала вязать. Вот начала два квадрата у меня одним цветом и средний квадрат двумя цветами. Так как у нас 15 петель не может соответствовать 15 рядам, я просто, девчонки, вязала, вязала, вязала. И вот отгибала вот так вот этот угол, пока у меня не получился квадрат. И вот я поняла, сколько к ряду у меня в высоту, чтобы получился квадрат. Конечно же, это можно посчитать по плотности вязания, но я упростила как бы. А вы смотрите, вы можете считать по плотности вязания, как бы можете считать так, как я. Так, значит, жемчужный узор для начала темной, темной нитью. Я вижу одна лицевая, одна изнаночная. Это кто не знает, но я думаю, его все знают. Хотя я что-то снимала, девчонки, и просто вскользь на узоре прошлась. И мне там прям в комментариях написали, что за мастер-класс, вы покажите узор. А я думала, жемчужный узор знают все. Ну, в общем, так как-то мне стало интересно. Поэтому первый ряд жемчужного узора, это лицевые. Резинка 1х1, одна лицевая, одна изнаночная. Так, теперь пока вяжу, расскажу немножечко свои соображения по поводу пряжи на этот джемпер. Я бы его связала. Вот не знаю, вы напишите в комментариях свое мнение, если хотите подробно. Я постараюсь сейчас рассказать все. Но он несложный, я вам скажу. Вот на самом деле он несложный. Его можно легко просчитать и связать. Единственная сложность, ну, не то чтобы сложность, а такой важный момент, это подбор пряжи. Вот там я вижу такой мягкий кашемерчик, вот такой вот прям мягкий, нежный, которого у меня сейчас нет. Либо мне его заказать я хочу на Алиэкспресс, если вы захотите этот джемпер. Либо мы его вязать не будем, потому что я из другой пряжи, вот правда, я почему-то пока не вижу. Она должна быть и тонкой, и мягкой, и вот прям такой нежной, нежной, нежной. Вот в моем, если вы знаете вот такую вот пряжу, посоветуйте в комментариях хотя бы девчонкам. Потому что я вижу только Алиэкспресс кашемер, вот этот вот, как пух норки, и еще есть кашемерчик у них. Так, второй ряд. Там, где была изнаночная, вот узелок, мы вяжем лицевую. Там, где лицевая, мы вяжем изнаночную. И так далее. В каждом ряду, вот первый ряд вы резиночкой провязали, и далее вы просто смотрите, как лежат петли, потому что будут сокращения на пройму, рукав. Вот, просто надо смотреть. Если узелок, мы вяжем лицевую. То есть, наоборот. Если петелька, то изнаночную. Конечно, джемпер очень красивый. Стоит с ним повозиться. Печь потом, конечно, стоит того. Я считаю, даже вот этот не очень дешевый кашемер тоже. У него там расход небольшой, он не будет толстым обязательно. Девчонки, вот видите, я взяла потолщине. Узор будет смотреться, если там клеточка будет петель 25 и тонкими ниточками. Тогда он будет вообще такой шикарный. Тонкими и контрастные. Тонкие, мягкие, контрастные нити нужны. Так, значит, давайте я буду вот так вот рисовать. Первый квадрат. Первая нить, два ряда. Теперь у меня идет темный квадрат. Темно-серый. Темно-серый, который вяжется без полосок. И я его вяжу. Так, здесь по узору 15 петель. Кромочную не считая, один, два. Так, это уже петля пошла на второй квадрат. Значит, 15 петель. Если вы хотите протяжки здесь, у вас нити должны быть вот здесь вот оставаться. Но я этого не хочу. Поэтому здесь, смотрите, нить я переплетаю вот таким вот образом. Смотрите, поднимаю эту, оставляю сюда. Вот так вот эту, чтобы получились вот эти вот переплетения. Да, и не было дырок. И вяжу 15 петель жемчужным узором центральный квадрат. Ну, второй квадрат. Если рапорт, то второй квадрат. По два ряда. Вот эти полосочки чередуются два ряда. Здесь много клубков будет, девчонки. Не боимся. Потому что... Да, не боимся. Потому что там украшено это все узлами. И вот эти узлы как раз от связывания вот этих вот клубков. Здесь то же самое я делаю. Меняю нить. Тоже вот эти переплетения получаются. И вяжу серой нитью. У меня эти клубки остались от предыдущего вязания. Вы же, если у вас нет второй нити, просто привязывайте. Вот будете чередовать. В принципе, у нас на два квадрата один моток, второй серый. То же самое. Это уже пошел клубочек на следующий, как бы, рапорт. И в каждом рапорте у нас два клубка задействованы. Так как я там смотрю, у нас в оригинале, в этом джемперочке по центру идет светлый квадрат и от него уже расходятся дальше в зависимости от размера. Там вот так вот три квадрата и еще по кусочку вот этого светлого вот здесь вот. И... Так, здесь вот смотрите. Я оставляю сюда нити. Вы, если хотите, вот такую вот сторону свяжите образец и посмотрите. Ну, то есть, определитесь, что вы, как бы, хотите. Вот второй клубок. Конечно же, неудобно. Куча клубков. Ну, оно так у стоит, я считаю. Так, 15 петель. Теперь здесь, с этой стороны, я вот так вот переплетаю эти ниточки и вяжу центральные 15. 15 провязала, снова переплетение. Я же говорю, если будет на той стороне, то у вас на той стороне будет сзади переплетение. Ну, наоборот, то есть одно и то же. Вот и всё. Пока это 4 ряда. Ну, в любом случае, 4 ряда. Сколько высоту вы определяете либо расчетом по плотности вязания, либо вот так, как я вам показала. Теперь я начинаю с первого ряда. Один общий провяжу и потом снова. То есть, через 2 ряда меняется это всё дело. Этот мы тёмной вяжем, а этот мы вяжем полосатой. Вот сколько полос получится, столько и получится в высоту. Значит, здесь у нас 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. И один у нас тут будет общий. Потом. Ну, вот сколько их, это у каждого своё, в зависимости от количества петель и плотности. Итак, смотрим. Я провязала. На что я ориентировалась? Вот определяем высоту в начале, в самом, и вот сколько у меня промежуточных полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, проверяем. А их должно быть потом соответственно и здесь 7, и здесь 7 везде. То есть, это мы определяем на начальном этапе. Вот, я посчитала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, седьмая. Вот, и завершаем мы всё цельной полосой из основного цвета. Вот она. Тёмно-серый, потом светло-серый. То есть, мы переходим цельными полосами между вот этими вот квадратами. Значит, я сейчас вяжу тёмно-серую, это значит, я отделяю. здесь мне приходится подтягивать так, где у нас свободная нить, обязательно подтягивайте, чтобы не было там дырок. Чтобы всё было красиво, максимально аккуратно. Вот. так, теперь у нас вступает в работу вторая нить, дополнительная, серая. Я её привязываю. Так, и у нас идёт два сплошных ряда, теперь серой нитью. Всегда мы отделяем два тёмно-серых, два светло-серых. То есть, здесь два светло-серых, два тёмно-серых. Это цельных, которые они делают вот эти вот чёткие переходы между вот этими квадратами. То есть, мы не сразу переходим на вот это вот частичное вязание. Вот такими четыре рядами, два и два, как бы разделяем, устанавливаем границы, так скажем, между этими квадратами и тем самым они получаются очень чёткими и ровными. и так что у нас теперь у нас здесь идёт теперь перемещается сюда цветной квадрат, а здесь однотонный. То есть, здесь у нас в принципе то же самое, только меняется местами светлое-тёмное, а здесь светло-серое. Ну, а это уже начало второго рапорта. Значит, здесь я, у меня пошли два ряда тёмная нить, то же самое, чередуем здесь светлую-тёмную нить по два ряда. Я оставляю вот все-все нити здесь, сейчас я вам покажу, как я перехожу, но если вы хотите вот эти вот узлы, как бы декоративные, ну, висящие, то вы обрезаете и связываете и оставляете их на лицевой стороне. Так, куда ушла? Всё. Здесь у меня нить, вот смотрите, есть предыдущего рапорта, я её переношу сюда и вяжу центральный, как бы, второй серым. Если у вас нет, привязываем, оставляем узел, если вы её отрезали в предыдущем ряду, то есть одна у меня осталась здесь, а эта здесь. То есть получается у нас уже здесь две серые и одна, две светло-серые в рапорте и одна тёмно-серая, потому что вторая у нас уходит вот сюда во второй рапорт и она у нас здесь, но она здесь в принципе-то и была. Я думаю, вот поэтому и пришла идея у дизайнера эти концы, которые у нас образовываются, обрезаются, использовать как декоративную отделку. так, здесь центральный ряд серой нити, Так, вот, 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 2 ряд серый здесь мы меняем каждую клеточку мы меняем понятное дело что если будет шире полотно то клубков будет больше и придется поиграться с этим всем что не так все просто так следующий у меня ряд цельный светло-серый и так далее я продолжаю все то же самое то есть вывязываем теперь на вот этих вот частях полосы а эту цельную вижу так смотрите что получается я провязала все точно так же как и здесь то есть вот этих промежуточных теперь у меня промежуточные темно-серый 1 2 3 4 5 6 7 то есть ориентируемся на дополнительный цвет не на основной потому что основным мы начинаем и заканчиваем основной цвет чтобы правильно вычислить этот цвет однотонного квадрата вот здесь он основной темно-серый а здесь он светло-серый вот и в принципе закончила я двумя рядами темно-серого потому что здесь ой светло-серого потому что здесь у нас основа светло-серой и опять же перехожу на темно-серую основу как я начинала видео то есть вот принципе вот это относится к следующему рапорту рапорт у нас вот эти вот четыре квадрата которые я надеюсь вы поняли что величина квадрата вы определяете сами так теперь по поводу девчонки классная подушечка будет а тут и как идея для подушки отличная теперь девчоночки по поводу самой выкройки изделия что у нас есть у нас есть классический вточной рукав классическая пройма никаких вытачек под линии талии ничего там нет я так предполагаю есть скос есть небольшой вырез на горловину это что касается спинки передняя деталь тоже самое классическая пройма более глубокая для перед передней детали неправильно нарисовала как обычно тот же скос плеча и круглая горловина более глубокая все и рукав классический все по классике девчонки все все вот эти схемы по вычислению проймы оката рукава окат классический вточной вот и нигде никаких обвязок кроме как по горловине там чередуются у нас полосочки вот этих двух цветов все единственный нюанс это швы наружу и вот эти вот связывая завязки нитей на лицевую сторону это вы тоже можете регулировать нужны они вам эти швы или не нужны нужны вам эти висящие нити или вы хотите вот такое чистое красивое клетчатое полотно это уже на ваше усмотрение на ваши пожелания все как вы хотите и естественно ваша реакция мой подробный мастер-класс как хотите все вот всем все возможно увижу в первый день по реакции если дату заказываю сразу ниточки я закажу лучше на алиэкспресс я вам оставлю наверное ссылку чтобы приблизительно вы понимали о чем я говорю о каких нитках вот я их вижу именно в этом изделии позитивным ну а если будет позитивная реакция на этот ролик и если будет ваше желание то понятное дело что я быстренько заказываю и быстренько вижу как только придут придет пряжа я вам сделаю этот чемпи ручек если нужно а на сегодня это все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока